вот это вот лампа как раньше сажали игрушки на елку брали скрепку по крайней мере в моем детстве это было так вот здесь есть крючок дальше берем канцелярную скрепку открываем ее не очень хорошая скрепка была сломалась вот открыли скрепочку насаживаем и дальше привешиваем вот и все таки я хочу к таким ретро игрушкам перейти вот очень красивый шар здесь уже прикрепила ниточка тоже один из способов до повесить шарик на елку поскольку он такой достаточно тяжеловесный то я вешаю его вниз кота у меня нет раньше конечно когда был кот то это была большая проблема с елкой нам потому что самый потому что каждый уважающий себя под обязательно должны прокинуть елку вот еще тоже очень красивый шар вот такой вот тоже достаточно тяжелый поэтому он у меня пойдет вниз в детстве я очень любила вот этот вот шарик посмотрите там внутри бабочка подвижная мне казалось что это что-то такое романтичная бабочка воздушная красивая вот этот шарик я хотела всегда повесить сама собственно наручная и я всегда на него претендовала вот он такой девичьи розовенький мне кажется что он даже не не моего детства детства моей мамы я не уверена возможно вот это вот серия шишечек это тоже игрушки которые я помню с детства и они были до меня то есть это возможно даже мамины игрушки надо с ними проконсультироваться вода вот еще один способ повесить все игрушечки это на ниточку и не ставите выскакивает сейчас аккуратненько почина вот это вот шишечка она без ниточки у меня поэтому скрепочку на скрепочку и на елочку так давайте я поищу какую-нибудь такую очень интересную игрушку и вот что я нашла это вот советские игрушки это из маминого детства красная шапочка тоже поскольку поскольку 50 40 лет да наверное все таки 40 лет этим игрушкам то они выглядят не очень но тем не менее они достойны того чтобы украсить елку сорок первый раз но я правда не знаю сколько им но тем не менее пусть пусть они будут да вот они еще все таки они крепенькие могут это делать и не могут украшать могут рады радовать нас и я на самом деле вот эти вот фигурочки очень любила в детстве и я люблю сейчас красная шапочка конечно замечательно сейчас мы еще поищем остальные из этого набора вот еще одна фигурка баба-яга да вроде баба-яга но она сохранилась хорошо замечательно просто на вот смотрите какая прелесть ну как можно украшать елку каким-то однотипными шарами когда вот есть такая прелесть и ну я считаю что конечно нужно брать такие именно такие вещи ведь это новый год это семейный праздник это тепло это радость это то что идет через года а это свидетель всех лет и счастливых и не очень это как преодолевается всего на свете ну вот так что вот еще одна фигурочка идет на елку а вот это вот снегурочка какой же новый год без снегурочки посмотрите какая она милая как она потрясающе совершенно вот необыкновенное не чудо чудное снегурочку конечно нужно повесить куда-то в первые ряды чтобы ее видно было да ты символ нового года ну не очень приятно что у меня есть такие вещи и я рада я благодарю моих дедушку бабушку маму папу чтобы все это сохранено было и до память детства это тема овощей вот тема овощей баклажан лимон лимона мне почему-то без заклепочки сейчас найду для него заклепочку тоже старенькая игрушка но советская игрушка до звезда сейчас тоже для меня на 10 место так ну что же у нас остались шары тоже очень красивый шар не помню откуда он сколько ему лет но вы смотрите как он потрясающий еще одна шишечка тоже помню что она была в моем детстве то есть она тоже у нас возрастная и 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 помню когда я была маленькая но мне очень нравится такая шершавая поверхность это что вот здесь какие-то такие блесточки это было очень необычно момент вот этот шарик тоже мы берегли и с удовольствием его вешаю на елочку сейчас только найду скрепочку для него место скрепками просто беда не ломается о тут какое-то послание у ребята давайте прочтем пусть в новогоднюю ночь произойдет настоящее чудо а дом наполнится светом благополучия любви и добра пусть новый год станет годом для свершения тех событий которые изменят жизнь к лучшему пусть счастье постучит в дверь и озарит дом прекрасным сиянием добра света понимания с новым годом вы знаете вообще на самом дерьме такое ощущение что этот вот шарик мне подарила элечка сейчас я посмотрю мой преподаватель индийских танцев еще какая-то записочка вдруг не речку ну что ж такое репка попеременно бьет ладонями по коленам хлопает в ладоши одновременно произносит об она все я думаю что это элечка и и потому что в прошлом году мы ставили вот эту вот сказку репка у меня на youtube канале есть видео с празднования нового года в группе сатранки с нашими индийскими русско-индийскими девочками ой какой хороший шарик какой добрый прям прям счастье 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 надо повесить его на видное место и пусть вот эти вот пожелания которые там внутри они идут в новый год очень нужны очень важные спасибо большое вот этот шарик да вот куда-нибудь на видное место сейчас покажу куда будем вешать ну красота же между тем остается все меньше и меньше шариков все меньше и меньше ретро шариков вот но тем не менее те что у меня не разбитые я обязательно использую у ребят вы знаете вот это вот как раз таки это самая игрушка очень такая древняя советская игрушка это мишки на качели и она к сожалению вот оказалась разбитой я попытаюсь ее починить возможно не прямо сейчас вот все это должно выглядеть вот так вот да наверное это очень важно вот такая игрушечка она ну правда правда эта игрушечка очень древняя прошедшая через и больше 50 лет я так полагаю вот и конечно надо ее реставрировать без нее но совершенно никак я всегда соблюдаю такую традицию я кладу елочки денежки и поскольку сейчас очень актуально открытие границ путешествие то я хочу положить деньги к елочки разных континентов и разных стран вот здесь у меня евро монет очки евро я кладу к елочке пускай европа открывается и мы сможем их потратить европе это тоже очень интересная денежка это руби из нашего последнего путешествия в январе прошлого года когда еще мы даже не думали о к вид 2019 пускай индия открывается тоже и пускай мы тоже тратим вот эти денежки в индии отправляйся на елочку и пусть творится волшебство это турецкие лиры ну не лишняя может любим отдыхать в турции так что пускай все будет хорошо из турции мы открыты конечно друг друг для друга и и турция такое спасительная анклава неправильная территория для встречи не благодарность турции и для ее процветания тоже пускай вот турецкие лиры будут на елочке ну и русские денежки забираем благополучие в новый год пусть из россии все будет хорошо россии открывайся приглашай туристов пусть вот такие вот денежки в большем десятикратном 20 кратном 30 кратном 50 кратном размере туристы к нам привозят и сейчас я хочу показать вам очень необычную денежку это денежка из бангладеш 100 так а это особая денежка это купюра из самой первой зарплаты расова он отдал ее мне сказал чтобы я ее хранила что это символ удачи благополучия и в моих руках она должна расти должна приносить ему успех я делаю все для этого и в том числе хочу оставить ее на елке как символа нашей удачи как символ удачи в русской культуре и это денежка пусть переходит в новый благополучный 2021 год открывает нам горизонты восстанавливает авиасообщение между нашими странами россии и бангладеш и пусть выпускаются визы и все-все-все у нас будет хорошо и пускай вот это вот денежка растет и мы ее сможем потратить в даке в на агаоне в раджахи в бангладеш иными словами я ее помещаю на самое видное место пусть она работает помещаю к волшебному существу к снегурочки вот сюда вот потому что для меня наверное сейчас это самое важное